Харе Кришна, вы меня слышите? Да, Махарадж, мы слышим вас хорошо. Я начну мое подношение. Это очень особенная 125-летняя годовщина, явление широкопопады в этом мире. Мы очень ценим это участие, очень радостно видеть участников китайских преданных. Я был поражен этим утром, когда увидел, как много здесь людей, 487 человек, почти 500 человек. Конечно, Прабхупада был бы очень доволен. Конечно, Прабхупада хотел от нас, чтобы мы распространяли сознание Кришны по всему миру. И Китай – очень важная часть мира. Не хотелось бы потерять ее, эту возможность, принести милость Господу Читанию. И очень радостно видеть, что китайские преданные очень хотят получить эту милость. Это как подношение от Тамала Кришна Госвами, когда он уехал в Америку. Прабхупада хотел, чтобы он вернулся в Индию. И когда он приехал, то он представил, так много молодых мужчин, которые стали прахмачари, присоединившись к содержанию сознания Кришны, присоединившись к его программе Радхадамудара. Это была как гирлянда из джив. Тамал Кришна Госвами в своей книге назвал одну из глав «Гирлянда джив». Там описывается, как все молодые люди, присоединились к группе Радхадамудара, и он показал Прабхупаде, как они подлились и стали преданными, распространяли книги Прабхупада. Таким же образом мы подносим эту гирлянду джив и китайских преданных для Шрилы Прабхупады, для удовольствия Шрилы Прабхупады. Конечно, Прабхупада хотел видеть, как развивается движение сознания Кришны. Тамал Кришна Госвами, как Прабхупада говорил ему, он хотел знать, как много книг вы распространяли, как много преданных вы приобрели, как много собственности вы приобрели. Так же Прабхупада хотел видеть, это так не всегда, что мы имели возможность приобрести собственность. Было много проблем, как в Китае, там очень сложно приобрести собственность, очень сложно поддерживать. В любом случае, я счастлив иметь эту возможность обратиться не только к Шриле Прабхупаде, но и к этим собравшимся китайским преданным. Пару лет последних я был в Индии, не имел возможности приехать в Китай. Будьте счастливы, я путешествовал по Индии и мог видеть, как развиваются наши движения. Много всего замечательного происходит в Индии. Индия, это дом, это место Санатанадхармы. Конечно, люди здесь естественным образом привлечены к Санатанадхарме и к Согданию Кришны. Для них легко принять его. И, конечно, принимают у него очень хорошо. Много прекрасных храмов построено. Построено много проектов. И приводится много молодежи, много молодых мужчин присоединились к Сознанию Кришны. Как замечательно видеть, как они на Мангала-Арате поют, танцуют. Замечательные, приданные. Они выучились играть на инструментах и замечательно поют. Они учатся и желают слушать. И один вопрос, который они все время мне задавали, пожалуйста, расскажите нам что-нибудь о Шриле Папупаде, что вы помните. Какие случаи происходили со Шрилой Папупадой? Это очень здорово, это очень хороший знак, что веданные и так стремятся слышать в Шриле Папупаде. И мы надеемся, что так и останется. Конечно, это нечто очень особенное для них, потому что не так много из учеников в Шриле Папупаде осталось. Нас все меньше и меньше. Мы все пожилые люди, и мы можем умереть в любое время. Это факт. Мы можем покинуть мир в любое время. Вот сейчас я выздоравливаю после вирусной посуды. Я чувствовал себя плохо последние два дня. Но я хотел использовать эту возможность сказать несколько слов преданным, поблагодарить за участие, за поддержку, которую они оказывают в сознании у Кришны, движению нашему, и вдохновить их, делать больше. Нам так много еще нужно сделать, так много вещей. Установить движение сознания Кришны – это великая задача. Это задача не для одного человека. Когда Папупада поехал на запад, и он отправлял людей повсюду, в разные части света, распространять сознание Кришны. И он не заботился об их квалификации, так особенно. Он видел, что они искренние, и они стремятся служить. И поэтому он отправлял преданных, которые были преданными всего один-два года, открывать центры. И тогда у нас не было книг в то время. У нас вообще не было книг. У нас не было таких инструментов. Но все же преданные ехали и делали замечательные вещи. И теперь мы имеем столько замечательных центров, хорошие центры в Австралии, в Соединенных Штатах, так же, как и в Европе. И, конечно, мы хотим, чтобы мы так же хотим, чтобы оно все развивалось легче, все больше и больше. Особенно Паратабуми она имеет очень успешную историю храмов, которые выстраивали здесь. Так, например, в Бангалуре семь храмов сейчас. Целых семь храмов. Конечно, два из них надлежат ритвикам, но все же они все равно используются Искон. Они очень успешны. У нас замечательные храмы. Пара очень больших храмов. они работают под руководством GBC. У нас есть несколько центров. И целых семь центров это наши центры. И кроме них еще есть маленькие центры, потому что Бангалуре это большой город, тут много ездить. Улицы узкие. И все же у нас здесь центры в разных частях города. И тысячи людей приходят туда, соприкасаются с Сыгнением Кришны и с преданными. Мы служили на фестивале Данваштами там. И тысячи людей пришли. Я ездил один день полностью по разным центрам, давал там классы, вдохновлял людей воспевать Харе Кришна. Это было замечательно. Мы вдохновляли преданных также развиваться пока они в этом человеческом теле, чтобы использовать свою жизнь. Что бы мы делали в этой жизни, если бы у нас не было сознания Кришны? Что бы мы делали пытались бы наслаждаться материальным миром? Тяжело работали, чтобы заработать деньги? А что бы мы с ними делали потом? Какие удовольствия вы можете найти в материальном мире без сознания Кришны? На самом деле нет никакого и радости здесь. это просто сживание пережеванного, как говорил Пахтат Махарадж. Правильно? Сживание пережеванного. Это не настоящее удовольствие в этом материальном мире. И мы понимаем, понимаем, и поэтому посвятили себя полностью сознанию Кришны. Мы использовали эту возможность Вьяца Пуджа, это Вьяца Пуджа Шилла Паппады. Мы молим Шиллу Паппаду, чтобы мы всегда помнили о том, чтобы быть искренными в сознании Кришны, быть честными и продолжать воспевать Святые Имена и принять убежище в изучении и чтении книг Шрилы Прапупады. И мы уверены тогда, что мы найдем место возле лотосных стоп Господа Кришны по милости Шрилы Прапупады. А, конечно, без милости Шрилы Прапупады у нас нет надежды. Поэтому мы должны держаться за лотосные стопы Шрилы Прапупады. И тогда Он, конечно, возьмет нас назад домой к Богу. Спасибо Вам большое. Спасибо Джанаке Прапупу, спасибо всем преданным за то, что дали мне такую возможность.